Вот работая над образом Сталина и в качестве исполнителя роли, над голосом которой, в случае как раз с Йосифом Зеленовичем, очень существенный и важный вот этот аспект. Вы оправдывали, считается, что исполнитель роли всегда должен оправдывать любые поступки персонажей и героя? Это неверная трактовка. Так, тогда объясните мне, какая верная. Учителя говорят, есть формулировка, это не оправдание поступков. Актер – это адвокат своей роли. Ты не должен, если ты играешь, например, ты не должен играть отрицательного. То есть, понимаете, когда вот, помните, добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Да, весело мы говорим веселее, а бодры мы говорим бодрее. Так нельзя в нашей профессии. Если ты играешь плохого, надо искать в нем нечто, что могло бы быть. Почему он такой? Вот там надо покопаться. Почему? Но играть плохого всегда неинтересно. Это очень однобок. Вот я играю плохого, я играю, а он человек плохой. Он же никогда не скажет о том, что я подлец. Тогда он уже не подлец. Или диктатор никогда не скажет, я диктатор. Ни один диктатор, на мой взгляд, не скажет, я диктатор, да что вы. Я большой демократ. Нет. Поэтому вот здесь, отсюда ноги растут. Я адвокат своей роли. Вот здесь, вот в этой формулировке. Мне кажется, что за время, которое прошло с момента работы вашей над этим образом, произошла и происходит дальше ревизия исторической роли Иосифа Сталина в нашей истории. Вы же знаете, что он самый популярный исторический деятель по современным опросам. Он и был, он никуда не девался. Разве? Он никуда, на мой взгляд, и не девался. Никогда, со времен, даже развенчание, на мой взгляд, культа личности, в это время я не жил еще. Но моя бабушка, которая в эти времена, я не скажу, что она была репрессирована, она сидела около месяца. За что? Была какая-то такая история, о которой она, там она вообще очень много чего не договорила, а я в силу молодости, я у нее не выспросил. Она была во время войны заведовала складом, это назывался склад НКО, Народный комиссариат обороны, складом военной одежды, то есть одежда, которая поставлялась, она была не всегда новая, она поставлялась уже из убитых или из раненых и так далее. Они ее там чинили и отправляли обратно. Это было, она заведовала этим складом. И чего-то в какой-то момент, чего-то там не досчитались и так далее, и ее взяли. Она провела где-то около месяца, мама была, мама была маленькая, мама плохо помнит этот период, их там кто-то поддерживал, подкармливал и так далее. Потом вся ситуация разъяснилась, бабушку выпустили. Вот, несмотря на это, она вспоминала без пиетета, не то что, понимаете, да, она не была сталинисткой. Она вспоминала это время иногда, говоря о том, что вот, вот, порядок был. Да. Хотя потом, значит, ну, у меня несколько другой взгляд сформировался по поводу этого. Но об этом, может быть, после. Мама упоминала об этом, значит, вот как умер Сталин, она вспоминала вот эти, значит, рев и так далее. И тоже как-то приговаривала о том, что вот в эти времена был, значит, держался какой-то порядок и так далее. Или что вот страну как подняли после и так далее. Потом был, значит, этот разведчание культа личности. И после этого, встречаясь с разными людьми, и которые Сталина в том числе, я же не говорю о том, что все поголовно его как-то вспоминали, восхваляли и так далее. И были люди, которые его яростно ненавидели, не принимали то, что он делал, но все равно имя его с уст не сходило. То есть работа над этим образом, ваше отношение к историческому этому персонажу никак не изменила? Мое отношение? Да, ваше личное, да, как исполнителя. Нет, я... Ведь, вы знаете, смотрите, вот взять фильм, если по школе, по профессии идти, взять фильм «Ленин в октябре» или «Ленин в 18-м году», помните эти фильмы? Конечно. Борис Васильевич Щукин, если я смотрю с точки зрения профессионала, он играет внешне Ленина, но он играет не Ленина. Он играет какого-то другого человека. В большинстве случаев в образе Ленина с наклеенными усами, лысиной и бородой играли кого-то какой-то штамп номер один. Борис Васильевич Щукин играл живого человека в живых обстоятельствах, как человек ходит, как человек может попить, поесть, как он может понервничать. Понимаете? Это вот его исполнение, оно, конечно, это эталон исполнения исторического персонажа. Когда мне предложили сыграть Сталина, ну, это, конечно, были определенные обстоятельства временные, в которые я попадал. И потом, ну, конечно, я задавался вопросом, как же мне его, черт возьми, я испугался, как же мне его сыграть-то? Мне пришла на ум цитата великого артиста Геловани, который играл Сталина. Существовала байка, о которой мне рассказывал мой учитель. Что когда-то якобы самого Геловани Иосиф Виссарионович спросил, а вам не страшно играть, вот, товарища Сталина? И Геловани, якобы, будучи, может быть, в легком подпитии и так далее, он осмелел и сказал, Иосиф Виссарионович, а я не вас играю, я играю представление народа о вожде. Вот это портретное тоже... И у меня пазлы все складываются, когда я смотрю на Геловани. Это такой, да, плакат. Вот он играл представление народа о вожде. Я здесь пытался играть человека, которому, наверное, было тоже страшно в 41-м году, когда немцы подходили к Москве. Что он думал? Это я, как артист, могу только нафантазировать. Но я не пытался играть плакат. Насколько это удалось, я не знаю. Это судить зрителям, они смотрели. Мнения разные. Мое мнение к нему не поменялось.